Мы подсмотрели за ребенком, который проходил сеанс дельфинотерапии, и расскажем вам сейчас его историю. Вот уже 4 года Денис, которому был поставлен диагноз аутизм, приходит в дельфинарии к морским животным. Он с удовольствием с ними плавает, играет, общается и делится своими эмоциями. Когда ребенок только пришел, он боится, он зажатый, ему нужно познакомиться с новым, так скажем, для него мокрая холодная вода, это большая рыба, которая у него плавает прямо рядом с ним. Я вспоминаю первое наше занятие с Денисом, это было 4 года назад, ему было 6 лет тогда, и он просто вот так вот на меня вот так вот цепился в шею и не отпускал все занятия. И мы с ним вместе плавали, вот вдвоем, вдвоем. В первом же курсе, когда у нас был первый курс, он постепенно к 10 сеансу, он стал свободнее, он не так стал бояться, он меньше кричит. Такие сильные эмоциональные впечатления или даже, можно сказать, стрессовые ситуации помогают ребенку-аутисту проще и легче воспринимать мир, в котором, по его ощущениям, все чужое несет угрозу для него. У нас есть стандартный набор элементов, которые может делать дельфин. От этого мы отталкиваемся. Но, глядя на ребенка, я выстраиваю схему по-своему. Например, если ребенок боится воды, то есть два варианта. Первый вариант – это долго быть на суше, играть с дельфином в кольца, в мечи, вызывать дельфина на помост, гладить его. В общем, устанавливать контакт, а потом уже спускаться в воду. Можем чередовать, например, как челнок делать из его комфортного места, например, суши, в некомфортное воду, страшное что-то, поплавали-поплавали, быстренько вышли, опять он в комфорте, и постепенно время пребывания в стрессовой ситуации увеличиваем. А немалотерапик, который относится к дельфинотерапии, известный метод реабилитации, который практикуется во всем мире. Поскольку лечение основано на психологическом эффекте взаимодействия человека с экзотическими животными, в частности с дельфинами, в непривычной для ребенка среде. Кроме того, сюда же подключается и физиотерапевтический эффект от общения с животными, которые издают специфические звуки. Ребенок очень доволен, он с удовольствием всегда сюда едет, во всяком случае он как минимум понимает, что нужно ехать, вот я ему говорю, едем к дельфинам. Да, ребенок едет с удовольствием, он понимает, куда мы едем, он готов, он знает, что ему это нравится. То есть как минимум эмоциональная составляющая в плане курсов дельфинотерапии она уже есть. Дельфины всегда дружелюбно и с интересом относятся к детям. Их природная анатомическая улыбка способствует закреплению положительных эмоций. Телесный контакт помогает ребенку в дальнейшем строить позитивные отношения с окружающими людьми. Игривость животных, практиковаться в социальном взаимодействии, например, со сверстниками. Я расскажу две истории вам, чтобы искать какой прогресс. Вот в какой-то день мы с Денисом, у меня было время, они после занятия сказали, что мы тут еще остаемся, нужно ждать. И мы с Денисом пошли вместе гулять на набережную в районе Лонжерона. Мы с ним ходили, там что-то рассматривали, ну ни о чем не разговаривали, просто держали за руки и ходили. В какой-то момент я просто взял его за руки и говорю, побежали. И мы побежали с ним вместе, и бежим, оббегая людей, перепрыгивая кого-то. Я от него оторвался на какое-то расстояние, потом встал на колени, вот так вот руки раскинул. И он бежит, и прямо прыгнул ко мне, меня повалил, и мы с ним покатились вот так вот по доскам. Ну, то есть, зная, как реагируют аутисты на телесные прикосновения с незнакомыми людьми, на мой взгляд, это большой прогресс. Вторая история. Однажды Денис пришел к нам на представление, мы с ребятами делаем театр импровизации. Вот, там задача такая вот у зрителей, нужно выйти на сцену, рассказать историю своей жизни, и потом актеры на эту тему импровизируют и показывают, как бы проигрывают эту историю. Вот, в конце представления, когда уже все должно было завершаться, идет Денис, просто молча, выходит, садится на этот стул, где, ну вот, на его глазах, там, несколько человек, шесть или семь, в этот вечер рассказывали свои истории, и начинает что-то говорить. Что он говорит, непонятно было. Ведущий говорит, ну хорошо, спасибо, Денис, давайте посмотрим. И мы, как бы, сыграли эту историю, кто что понял, кто что прочувствовал. Нам похлопали, закончилось вот маленькое представление. Ведущий дает микрофон Денису, говорит, Денис, это история про тебя? Он говорит, да. Тебе понравилось? Он говорит, понравилось, там, спасибо. Встал и пошел к себе на место, да. О чем это говорит? О том, что Денис впервые, будучи не в знакомой ситуации, где много людей, он понял структуру, что нужно выйти, сесть на стульчик, что-то поговорить в микрофон. Он это понял, вышел и сделал. Никто его не просил, не заставлял. То есть, на мой взгляд, это тоже некий прогресс. Меня радует еще и то, что в данном случае, когда мы говорим со специалистами, занимающимися детьми, мы видим в первую очередь очень увлеченных своим делом людей. И это относится и к нашим экспертам сегодня. Я хочу как раз попросить вас, если можно.